Меня зовут Людмила Петрова, секретарь по экономическому блоку Ленинградской области. И мы в преддверии Петербургского международного экономического форума, где собирается крупный бизнес, решили поговорить о бизнесе малом. Именно о поддержке малого и среднего бизнеса в Ленинградской области. Я должна сказать и отметить с большим удовольствием, что в мае у нас прошел свой форум, впервые для малого бизнеса прошел. Мы считаем, очень удачно и успешно. И в продолжении нашего диалога, который был там, где, кстати, многие из районных СМИ были, мы бы хотели поподробнее рассказать про те механизмы поддержки предпринимательства, которые реализуются в Ленинградской области. Я для этого дам, наверное, слово первое. Сергей Владимирович, есть по председателю комитета по развитию малого бизнеса? И затем Марина Николаевна Шатохина нам расскажет подробнее немножко. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации Ленинградской области. Рад приветствовать, рад такому открытому общению. Вообще хочу подчеркнуть, что наш комитет, он всегда открыт для общения как с предпринимателями, так и со средствами массовой информации, поскольку мы заинтересованы доносить всю ту полезную информацию для субъектов малого и среднего бизнеса, связанную с деятельностью комитета, связанную с осуществлением нашей мод-программы развития малого и среднего бизнеса и потребительского рынка. Я хочу отметить, что на протяжении ряда лет бюджетом Ленинградской области предусматривается стабильное с увеличением финансирования этой подпрограммы. И, соответственно, мы имеем возможность уже на началах софинансирования с федеральным бюджетом привлекать больше средств и федерального бюджета. Ну, наверное, с этой целью я вам назову такие цифры, что в 2013 году было привлечено дополнительно средств из федерального бюджета чуть более 180 миллионов. В прошлом году, в 2014, это было уже 203, почти 204 миллиона средств федерального бюджета. И в этом году мы планируем привлечь, вот сейчас наши заявки, заявки Ленинградской области находятся в Минэкономразвитии, конкурс будет в период с 22 по 24 июня. Планируем привлечь по различным программам, как чисто на субсидии почти 212 миллионов, это для распределения среди субъектов малого и среднего бизнеса по всей области. И ещё 56 миллионов – это для моногородов. У нас в Ленинградской области три моногорода – это Сланцы, Пикалёво и город Сястрой. Соответственно, исключительно целевым назначением для этих трёх городов, но они также на конкурсной основе будут распределяться, эти средства. Таким образом, это больше 267 миллионов из средств федерального бюджета. Ну и, соответственно, с теми средствами, которые запланированы бюджетом Ленинградской области, это более 450 миллионов рублей на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованные мероприятия традиционно в течение ряда лет являются удешевление договоров лизинга. На эти цели в этом году планируется потратить 175 миллионов. Если всё будет нормально у нас на конкурсе Минэкономразвития Российской Федерации, то 175 миллионов планируется потратить на это мероприятие. Это, хочу сказать, на 75% больше, чем в прошлом году. Также планируется привлечь, точнее, истратить на субсидии субъектам малого и среднего бизнеса 40 миллионов по такому мероприятию, как субсидирование затрат, связанных с модернизацией, то есть с приобретением оборудования субъектами малого и среднего бизнеса, с модернизацией производства. Ну, также мы уделяем большое внимание, и я не могу не подчеркнуть роль губернатора Ленинградской области, но сейчас временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Значит, это организация детских садов, частных детских садов в Ленинградской области и групп временного пребывания детей. В прошлом году эта мера поддержки активно была, у нас использовалась субъектами предпринимательства, и в этом году надеемся, что спрос будет не меньше, по крайней мере, по нашим предварительным оценкам. Это достаточно такое мероприятие, пользующееся спросом. Но если говорить о состоянии развития малого и среднего бизнеса в Ленинградской области, то, в общем-то, все показатели в сравнении с прошлым годом находятся в плюсе. Наверное, как и любой человек, который достаточно критично и взыскательно относится к результатам собственной деятельности, и наш комитет не исключение в этом плане, мы, конечно, бы хотели, чтобы эти показатели были более убедительными. По субъектам малого и среднего бизнеса в Ленинградской области наблюдается незначительный, но рост. По объему оборота тоже, хоть незначительный, но рост 104%. Я просто не хочу перегружать вас цифрами, можно соответствующую информацию при желании вам распространить, и, соответственно, вы уже выберете для себя всё то полезное, что хотели бы опубликовать и до своих читателей донести. Поэтому, наверное, в целом можно сказать, что поддержка малого и среднего бизнеса в Ленинградской области проходит на достаточно удовлетворительном уровне. Я всегда избегаю таких оценок, как хорошие и иные превосходные степени. На удовлетворительном уровне, коль скоро имеется рост и по субъектам малого предпринимательства, и по обороту той продукции, которую производит малый и средний бизнес в Ленинградской области. Наверное, в качестве такого вступления я больше не буду вас утомлять. Значит, если есть вопросы, пожалуйста, готовы ответить. Также готова Мария Николаевна Шатохина, начальника отдела ресурсной поддержки комитета, более подробно остановиться на тех мерах поддержки, которые реализуются нашим комитетом, именно финансовой поддержки. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Я хочу отметить, что в Ленинградской области уже много лет реализуются различные мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства. И поэтому в 2015 году какие-то мероприятия у нас реализуются уже давно востребованные, которые какие-то начаты у нас только с прошлого года. При этом меняются какие-то условия предоставления субсидий. В основном условия предоставления субсидий изменяются в связи с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации. Как уже говорил сегодня Сергей Владимирович, мы участвуем в конкурсах Минэкономного развития России на получение дополнительного финансирования на реализацию наших мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. И в этом году также мы участвуем в этом конкурсе. Хочу отметить, что каждый год условия получения субсидий на конкурсной основе из федерального бюджета, они становятся всё более и более жёсткими. Потому что в основном все субъекты Российской Федерации хотят получать такое финансирование. И хочу отметить, что в этом году особенно они придирчивы, однако мы надеемся получить из федерального бюджета не менее 267 миллионов рублей дополнительно к тем средствам, которые предусмотрены в нашем областном бюджете. У нас в областном бюджете на реализацию всех мероприятий, в том числе и субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса, предусмотрено на этот год порядка 308 миллионов рублей. Хочу отметить, на какие же мероприятия мы заявляем. Мы заявляем на те мероприятия в Минэкономразвитии на конкурс, которые наиболее востребованы у предпринимателей, и на которые нам своего финансирования, чтобы обеспечить всю потребность, недостаточно. Но в первую очередь, как и говорил уже Сергей Владимирович, это субсидирование по договорам лизинга оборудования. Что по этим... Эти субсидии подразумевают, что мы можем возмещать. Мы можем возмещать первый взнос по плате первого взноса по договору лизинга оборудования предпринимателям до 95%. А также мы можем возмещать часть платежей. Что ново? В этом году это три четверти ключевой ставки Центрального банка. В прошлом году это было две трети ставки рефинансирования. Вот уже то, что новое у нас в этом году по этому мероприятию. Однако не только вот такие, наверное, приятные, более приятные новости для предпринимателей. У нас есть требования новой Минэкономразвития, очень жесткие, связанные с тем, что ограничивается круг самих получателей поддержки. Не все субъекты малого и среднего бизнеса могут участвовать в конкурсе, потому что существует целый перечень кодов АКВЭД, и те предприятия, которые осуществляют деятельность в данных сферах, они не могут получить у нас поддержку. Но перечислять, конечно, этот список очень большой. Вот у меня есть с собой этот перечень, даже он более схематичный, но все равно перечень очень большой. Но в первую очередь это, конечно, Тарковля, это было уже и в прошлом году, а также ремонт автотранспортных средств, этого ранее у нас не было. Также даже сфера ЖКХ у нас, не любая деятельность в сфере ЖКХ может быть поддержана. Однако вот этот список мы разместим обязательно на нашем сайте, чтобы он был более понятен предпринимателям, чтобы более наглядно было. Не только коды АКВЭД, а уже какая-то расшифровка. Мы подготовили перечень, и мы его разместим на нашем сайте. В ближайшее время постановление правительства, которое вносит изменения в порядок реализации данного мероприятия, он уже будет подписан губернатором, он уже готов, находится на подписи у губернатора. Хочу отметить, что уже в июне начинается реализация данного мероприятия. Не только этого, но говоря порядку, уже это мероприятие реализуется, и предприниматели уже приносят свои заявки конкурсные, могут приносить наши конкурсные заявки после выхода нашего постановления. После выхода постановления мы размещаем объявления о приеме конкурсных заявок на своем сайте, и предприниматели могут приносить свои конкурсные заявки. Далее востребованное мероприятие – это приобретение оборудования в целях модернизации и развития своего производства. По этому мероприятию существует тоже ряд требований. К нему также относятся то, что я говорила ранее по лизингу, тоже коды АКВЭД, те же самые не поддерживаются, что и по договору лизинга. Хочу отметить, что такие сферы деятельности, как производство, любое производство, оно в любом виде, по любым мероприятиям всегда поддерживается и в приоритетном порядке. Кто осуществляет данный вид деятельности, имеет преимущество перед другими предпринимателями. Так что по этому мероприятию? Оборудование должно быть непременно новое. Оно должно быть приобретено у дилера, субдилера, поставщика. Это необходимо знать предпринимателям, потому что если они изначально приобрели оборудование не с соблюдением наших условий, они просто не смогут получить нашу субсидию. Возмещается до 50% от понесенных предпринимателям затрат на приобретение данного оборудования в целях модернизации своего производства. На данное мероприятие мы также планируем получить софинансирование и средств федерального бюджета, поэтому всем условиям и требованиям Москвы мы должны соответствовать по данному мероприятию. Следующее мероприятие тоже очень важное и востребованное, несмотря на то, что у нас сейчас информационные технологии, но тем не менее очень многие предприятия хотят живо участвовать в выставочных мероприятиях, в том числе за рубежом, как в России, как в Ленинградской области, так и за рубежом. И они могут получать до 95% от произведенных затрат. По данному мероприятию мы не участвуем в конкурсах Минэкономразвития России. Это связано с тем, что у них есть очень жесткие условия, и они в основном относятся к тем предприятиям, которые осуществляют деятельность в сфере экспорта продукции. Если не осуществляют, то они такую поддержку получать не могут. Поэтому данное мероприятие реализуется исключительно за счет средств областного бюджета. Предусмотрено не такое большое финансирование, но в общем-то средства есть, это 5 миллионов рублей на данное мероприятие. Также существуют мероприятия по возмещению затрат, связанных с сертификацией продукции, а также сертификацией в соответствии с международными стандартами, в соответствии с ИСО. Также могут предприниматели получать возмещение своих понесенных затрат до 95%. Хочу отметить, что все затраты возмещаются уже понесенные в соответствии с бюджетным кодексом, в соответствии с 78-й статьей бюджетного кодекса. Вначале предприниматель несет затраты, а потом уже может их возместить за счет средств областного и федерального бюджета при условии выполнения всех требований по итогам участия в конкурсном отборе. Заключение договора между комитетом и предпринимателем. И тогда уже скажу немного о договоре, в котором должны быть предусмотрены обязательства, в том числе предпринимателям. И такое обязательство, как выполнение определенных показателей. Если он получает у нас средства, то он берет на себя обязательства по созданию рабочих мест, либо по увеличению оборота своего предприятия. Предприятие должно развиваться по увеличению налоговых поступлений. И необходимо выполнять эти требования, а также он берет на себя обязательства о предоставлении отчетности о своей хозяйственной деятельности. Ничего такого тяжелого и страшного нет в выполнении этого требования по предоставлению отчетности. Однако предпринимателям мы каждый раз об этом напоминаем, что необходимо такую отчетность предоставлять для того, чтобы выполнены были все условия договора. В противном случае, если не выполняются условия, необходимо будет возвращать субсидию в бюджет. А этого не хочет ни предприниматель, ни мы этого не хотим. Следующее мероприятие, которое тоже, на наш взгляд, является очень важным, это мероприятие по предоставлению так называемых стартовых субсидий. Это мероприятие у нас уже реализуется очень давно, однако, начиная с прошлого года, мы его реализуем в несколько другом формате. Оно реализуется непосредственно в муниципальных районах и в Сосново-Бурском городском округе. Эти муниципальные образования на конкурсной основе получают у нас субсидии за счет средств областного и федерального бюджета. Далее, заключая соглашение с комитетом, средства перечисляются им на счет, и они уже сами на своем уровне предоставляют субсидии начинающим предпринимателям. У них подготовлены, существуют программы муниципальные, в которых предусмотрены мероприятия, все выполняют это условие, и предусмотрено условие софинансирования из муниципального бюджета. Далее, разработаны ими порядки реализации мероприятий данного, и они предоставляют субсидии. Кому предоставляется субсидия? Субсидия может быть предоставлена как в конкурсе на получение субсидии, могут участвовать как физические лица, которые планируют начать свою предпринимательскую деятельность, но физические лица должны относиться к определенным категориям, таким как безработные официально стоящие в службе занятости населения на учете, военнослужащие уволенные в запас, это работники тех предприятий, которые массовые сокращения, где планируется, а также молодежь до 31 года, по сути. И также могут участвовать начинающие предприниматели, которые уже ведут свой бизнес на территориях муниципальных образований, до одного года деятельность ими ведется, они могут претендовать и получить эти субсидии. Предоставляются субсидии уже непосредственно после того, как физическое лицо, если физическое лицо участвовало в конкурсном отборе, зарегистрирует свою предпринимательскую деятельность, либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве юридического лица, и могут перечисляться им средства. Предприниматели также берут на себя обязательства, заключают договоры, но уже с муниципальными администрациями, образованиями. Но в какой-то части может быть аналогичное мероприятие, у нас реализуется уже с 2010 года, это мероприятие по предоставлению субсидий моногородам Ленинградской области. В Ленинградской области три моногорода, в настоящее время список меняется, он вот с 2010 года перечень менялся моногородов, он утверждается на федеральном уровне. На сегодняшний день три моногорода, это Пикалёво, это Сяй-Строй и город Сланцы. Ну вот по предварительной информации, как мы знаем, в этом году планируют участвовать в нашем конкурсе два моногорода, это Сланцы и Пикалёво. И они планируют реализовывать мероприятия, ну такие же востребованные мероприятия по приказу Минэкономразвития, потому что данные мероприятия, как стартовые субсидии, так и поддержка моногородов, они реализуются и за счёт средств областного бюджета, и за счёт средств федерального бюджета. Так вот, они планируют реализовывать такие мероприятия, как мероприятия по субсидированию договоров лизинга, затрат по договорам лизинга, также приобретение оборудования в целях модернизации производства, и так называемые стартовые субсидии. Три наиболее востребованных мероприятия будут ими реализованы. На данное мероприятие за счёт средств областного и федерального бюджета мы планируем направить 70 миллионов рублей в этом году. Хочу отметить, что очень-очень жёсткие требования по созданию рабочих мест именно в моногородах. По другим мероприятиям таких жёстких требований нет. Но так, моногорода, это связано с городообразующими предприятиями, поэтому очень жёсткие условия Минэкономразвития выставляют здесь по созданию рабочих мест. Также важным мероприятием является для нас то, что и говорил уже Сергей Владимирович, это создание детских садов и так называемых групп временного препровождения детей. Эти мероприятия реализуются и за счёт средств областного бюджета Ленинградской области, и за счёт средств федерального бюджета. Вот буквально в понедельник я пойду защищать эти мероприятия, доказывать актуальность, необходимость данных мер поддержки. И хочу сказать, что из нашего бюджета в этом году у нас очень выгодное такое для нас, как никогда, вот в прошлые годы не было такого у нас условия софинансирования из федерального бюджета, такого выгодного. Это 20 на 80, значит 20% это областные средства, и 80% мы можем получить софинансирование из федерального бюджета. И вот на примере детских садов и групп, время препровождения детей, могу сказать, что 2 миллиона выделяется на мероприятия, на каждое из мероприятий, и 8 миллионов мы можем получить из федерального бюджета. Но вот в прошлом году было создано 2 детских садика в городе Выборге, и мы надеемся, что они будут только развиваться, и этот бизнес пойдет и у них в гору, и будут создаваться новые такие организации. Что нового по этим мероприятиям? По группам временного препровождения детей, время препровождения детей, если в прошлом году сумма субсидии не могла превышать 1 миллиона рублей, то в этом году эта сумма может достигать до 1,5 миллионов рублей. Немножко вернусь назад, забыла вам сказать, важный тоже вопрос, то, что касается стартовых субсидий. У нас много-много лет предоставлялась максимальный размер субсидий, был 300 тысяч рублей. Это, конечно, очень мало, и начиная с этого года он повысился до полумиллиона. До 500 тысяч рублей может быть предоставлено одному субъекту малого предпринимательства в рамках мероприятия по стартовикам. Что еще важно? Важное мероприятие, как нам кажется, это создание средств размещения на территории Ленинградской области. В 2013 году по инициативе губернатора мы начали реализацию этого мероприятия, и вначале они были созданы, средства размещения создавались только на северо-востоке Ленинградской области, далее они распространились на всю территорию Ленинградской области. В этом году предусмотрено 8 миллионов рублей на создание средств размещения, ну, это как гостевые дома. Гостевые дома и на их оснащение оборудованием, и на само строительство, а именно оснащение оборудованием, техникой, в том числе и компьютерной, мы предоставляем возмещение до 1 миллиона рублей. Хочу отметить, что нового здесь по данному мероприятию. По данному мероприятию новое то, что может один и тот же предприниматель получить субсидию, в прошлом году он получал, и в этом может получить году, в том случае, если средства размещения он создает новое, не на одно и то же средство размещения, а на новое средство размещения. Есть такое новое тоже по данному мероприятию, это обязательно должно быть страхование, застраховано должно быть имущество. И ранее этого не было, сейчас это требование нами внесено. Также по многочисленным просьбам предпринимателей по данному мероприятию увеличен срок действия самого предприятия. Ранее у нас было прописано, что почти как начинающее создание средства размещения могло быть только тем предпринимателем, субъектом малого или среднего бизнеса, который работает не более двух лет. Начиная с этого года мы внесли новое, что может быть не более пяти лет он может работать. Это как бы тоже важно для многих предпринимателей. Какие еще мероприятия для нас важны? Это, например, мероприятия, как мы поняли в прошлом году, это мероприятия по возмещению затрат по франчайзингу, по договорам франчайзинга. Предприятия, предприниматели интересные, с интересными бизнесами, в сфере оказания медицинских услуг, а также в сфере образовательных услуг, они заключили договор на приобретение франшизы и могут у нас получить, например, возмещение. Могут обращаться и любые другие предприятия. Просто к примеру, кто уже как бы заявлял, говорил о себе. Также есть такое мероприятие, как возмещение затрат, связанным с реализацией программ энергосбережения энергоэффективности. Те предприятия, которые реализуют у себя эти программы, они могут получить возмещение по разным направлениям. Что хочу отметить, что в июне, вот я уже начала говорить, что у нас принимаются заявки, да, у нас принимаются заявки по таким мероприятиям, как возмещение процентной ставки по кредитным договорам, это возмещение по договорам лизинга оборудования, это возмещение, предоставление субсидий на приобретение оборудования в целях модернизации производства, также на создание и развитие групп, времяпрепровождение детей, о чем я уже тоже сегодня говорила, на создание средств размещения. По некоторым мероприятиям средства реализуются в полном объеме, это такое мероприятие в настоящее время, как субсидирование процентной ставки. По другим мероприятиям мы сейчас осваиваем только областную часть, а федеральный бюджет мы будем реализовать после победы на конкурсе, после заключения соглашения, это будет ближе уже к осени. Также по некоторым мероприятиям мы частично реализуем в июне, у нас средства, вот как по средствам размещения, останутся еще и на осень. Также мероприятия по микрофинансированию. У нас в Ленинградской области существуют муниципальные микрофинансовые организации, которые предоставляют льготные займы, микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем займа в настоящее время в соответствии с действующим законодательством, с законом о микрофинансовой деятельности не может превышать 1 миллиона рублей. И срок их предоставления колеблется от 1 года до 3 лет. Это связано с тем, что опять-таки с Минэкономразвития России. Мы от них ждем изменения в законодательстве, и тогда возможно любые займы можно будет предоставлять до 3 лет. Потому что они нам давали средства на развитие данных микрофинансовых организаций под определенные условия. И эти условия в предыдущие годы, предшествующие годы, они были до 1 года. Далее срок предоставления займов увеличился до 3 миллионов. Но в настоящее время микрофинансовые организации могут предоставлять займы до 3 лет только по тем средствам, которые были предоставлены буквально в прошлом году. И в этом году будут предоставлены. Хочу отметить, что еще новое. А новое у нас то, что на региональном уровне создается региональная микрофинансовая организация. Минэкономразвитие не хочет теперь финансировать наши муниципальные организации. Они хотят укропнить расходование средств по данному направлению. И будут финансировать, софинансировать только региональные микрофинансовые организации. В этой связи, чтобы нам создать довольно-таки сильную, мощную организацию, мы включили такое мероприятие в нашу долгосрочную программу, государственную программу, под программу. И на базе агентства кредитного обеспечения в этом году создается такая региональная микрофинансовая организация. Сейчас предпринимаются все действия для этого. В устав вносятся изменения. Хочу отметить, я думаю, что все знают, но тем не менее, хочу отметить, что агентство кредитного обеспечения у нас уже работает, начиная с 2003 года, и в настоящее время у него единственный, исключительный вид деятельности – это предоставление поручительств по кредитным договорам и договорам лизинга субъектов малого и среднего предпринимательства. Второй вид деятельности агентства кредитного обеспечения будет как раз микрофинансовая деятельность. После внесения необходимых изменений в устав организации данные, агентством кредитного обеспечения будет получен статус микрофинансовой организации в Центральном банке Российской Федерации, и после этого будут перечислены средства на ведение такого вида деятельности. На следующий год мы планируем получить софинансирование данного мероприятия за счет средств федерального бюджета. Да, там очень жесткие условия, там нужно не менее 100 заемщиков, там средний размер займа должен быть не менее 700 тысяч рублей, но тем не менее мы надеемся, что мы все выполним, получим дополнительное, если необходимо, финансирование на данное мероприятие, но все требования эти будут выполнены. Ну вот основные мероприятия, касающиеся финансовой поддержки, я, наверное, все осветила, есть еще другие мероприятия, касающиеся консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитие наших муниципальных организаций поддержки, мы субсидируем развитие их, какие-то их затраты для того, чтобы они могли предоставлять консультации, обучающие услуги и информационные услуги субъектам малого предпринимательства. Ну а также вот про бизнес-экселерацию расскажите. Уважаемые журналисты, если мы вас не утомили, я бы еще одной мере поддержки рассказал. Она носит такой обучающий характер, и мне приятно видеть, что одна из участниц этой программы, Галина Паломарчук находится здесь, и, наверное, вы уже сможете непосредственно ее впечатление как живого участника этого всего процесса услышать. Но, тем не менее, пару слов скажу. Значит, в этом году мы реализуем такую меру поддержки информационно-консультативную и образовательную, как бизнес-экселерация. Ну, коротко говоря, это те предприниматели, которые уже немножко набили шиши к себе, и бизнес у них уже признан состоявшимися. Вот для того, чтобы как-то ускорить свой финансовый рост и, соответственно, обеспечить более резкий успех, вот их пригласили на конкурсной основе, значит, для участия в этой программе, и обучение такое проходит на базе Торгово-промышленной палаты Ленинградской области. Туда привлекаются преподаватели, преподаватели в различных областях, ну, в первую очередь, конечно, финансисты, управленцы. Но, насколько я понимаю, там и психологи работают, и даже артистов привлекают для того, чтобы наших предпринимателей, которые испытывают серьёзные трудности, связанные с реализацией производимой продукции, испытывают трудности не только в плане того, чтобы найти рынки сбыта, но и именно в установлении контактов, в установлении связей, но и элементарное общение между собой. Вот все вот эти трудности преподаватели позволяют участникам бизнес-акселерации устранять. Проходят эти занятия каждый месяц в течение недели как лекционный курс, а межлекционный период, индивидуальные общения, индивидуальные консультации посредством современных средств связи, скайп, ну и всё остальное, вот удалённое такое общение, но тем не менее живое. По крайней мере тех предпринимателей, которые участвуют, мы анкетируем, и все крайне позитивно откликаются вот о этом мероприятии и видят именно полезность его. Я уже сегодня говорила о субсидировании процентной ставки. Я хотела только ещё обратить Ваше внимание, что в этом году немножко изменилось, что у нас ранее был расчёт из расчёта ставки рефинансирования по процентной ставке, а сейчас он осуществляется из расчёта ключевой ставки. Но ключевая ставка тоже меняется, она тоже становится ниже, но в то же время предприниматели, которые вот сейчас подают заявки, они получат субсидирование на момент осуществления платежа. И вот в какой момент они осуществили платёж, из расчёта ключевой ставки он будет осуществлён. Спасибо. Коллеги, давайте переходить к вопросам. Будем чередовать зал и видеосвязь. Я знаю, что у Сланцевского района есть вопрос. Коллеги из Сланцевского района. Хорошо. Да, если можно. Представляйтесь, пожалуйста, называйте издание своё. Газета «Знамя труда» Сланца, главный редактор Александров Алексеев. Ну, приятно, что упомянули там Галину Поломарчук, Гатчина, да? Ну, вот газета «Знамя труда» — это, по сути дела, рекордсмен по занятию призовых, особенно первых мест в конкурсе по среди СМИ, по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, это для информации. А вопрос мой заключается в следующем. Ну, часто, вот в том числе и сегодня, звучит такая позитивная информация. И первый мой вопрос заключается в следующем. А как-то мониторится, анализируется вот выживаемость бизнеса, особенно стартовиков, тех, кто проходит через бизнес-инкубатор, то есть сколько вот в течение ну, какого-то времени, например, уменьшилось количество или, ну, ликвидировалось. И второй вопрос, он связан, насколько комитет или, ну, какая-то другая структура, например, может оказывать содействие с федеральным центром, особенно по законодательной базе. Вот редакция действует в форме ООО. Вот это злополучная ККМ. То есть ее приобретаешь, она еще имеет срок, как там, гарантийный срок на год или два, но начиная с первого месяца необходимо заключить договор на ее техническое обслуживание. Вот это вообще какой-то нонсенс. И третий, если позволите, конечно, вот редакция отнесена вот по КВЭДу по участию в переоборудовании производства. Почему? Потому что предпечатная подготовка такая же, такой же, ну, предпечатная подготовка газеты такая же, ну, производство. Спасибо. Извините, если что-то лишнее. Ну, по поводу живучести и выживаемости бизнеса, конечно же, не все, те, кто получает стартовую субсидию, не все выживают. И есть случаи, отдельные случаи, которые, когда приходится, ну, либо в добровольном, либо в судебном порядке обратно взыскивать затраченные деньги, значит, в бюджет области. Подчеркиваю, случаи единичные такие. А общая тенденция, я в начале своего выступления отметил, что в целом у нас идет хоть и небольшой, но рост субъектов малого предпринимательства. Рост этот в основном обеспечен за счет тех людей, которые стали индивидуальными предпринимателями. То есть юридических лиц у нас уменьшилось там на буквально полпроцента, но за счет индивидуальных предпринимателей количество субъектов в области увеличилось. И по состоянию на 1 января, по данным Петростата, оно составило 59,7 тысяч. 700, да, у субъектов. Так, вторая часть вопроса. Немножечко взаимодействия с федеральным центром и законодательством. Вот часть изменения законодательства, которые порой просто создают какие-то смешные, вот, скажем, ну, ККМ, я объяснил, то есть вот купили ККМ, два года там, скажем... ККМ это контрольно-кассовая машина, да? Да, да, да. Ну, собственно говоря, да, проблема существует, и мы все законопослушные граждане, граждане Российской Федерации, и все федеральные нормативные акты, я имею в виду и законы, и постановления правительства, и соответствующие документы в Министерстве ведомств федеральные, мы обязаны с вами соблюдать и выполнять. Значит, тем не менее, я хочу сказать, что при обращении в Комитет либо мы видим сами, что существует проблема, ну, мне бы сейчас детально не хотелось бы останавливаться на 44-м законе, да, известном всем, но, тем не менее, вот, по инициативе губернатора Комитет принимал участие в подготовке той законодательной инициативы, с которой предлагается законодательному собранию Ленинградской области выйти в установленном порядке в законодательный орган России, то есть в Государственную Думу, да, с корректировкой этого закона. Ну, собственно говоря, вот механизм такой, он существует, он абсолютно легитимный, и, собственно говоря, комитет открыт для всех, чтобы вот те проблемы, которые, как вы сказали, мешают жить или там являются для вас не совсем понятными, но, пожалуйста, обращайтесь в комитет, и будем в таком режиме взаимодействовать. И третий вопрос. Да, пожалуйста, Марина. Да, я так поняла, что вас интересует возмещение затрат вами понесенных или кем понесенные, именно редакции или что. Вот я смотрю, да, вот именно печатное у вас издание, да? Вот печатного издания... Это печатное издание, форма наша ООО. Муниципального или какого-то другого, нет, там доли никакой. Это бизнес. Речь заходит о том, если нам... Нет, вы сказали, не лизинг, а вы сказали, есть еще другое, что теперь... Я говорю, это бизнес. ...святное с производством, переснащение. Ну, вы понимаете, производством товаров, я не уверена, что это можно назвать. Вот напрямую. Вот тут у меня такие большие сомнения. Это самый дорогой товар. Я понимаю. Самый дорогой товар. Я понимаю. Но то, что вот по лизингу вы можете участвовать, это точно. Но вот я смотрю по перечню, здесь что? Тут могут быть и прокат фильмов, и показ фильмов, и производство фильмов, и что тут получается, деятельность, и издание, и так далее, и так далее. Это все подлежит. Но по лизингу. А вот что касается производства и модернизации товаров, я не уверена, что вы подойдете. Я должна уточнить, это с Минэкономразвития. Чтобы не было тут каких-то нарушений. Коллеги, в зале есть у кого-то вопросы? Алла Симоненко, онлайн 47. Вопрос в целом по региону. Какова доля среди малого и среднего бизнеса производств? Какая доля предприятий, которые оказывают услуги? И также могли бы вы прокомментировать последние заявления, вот на федеральном уровне были, относительно налогоблажения индивидуальных предпринимателей, что там изменяется налоговая ставка. Есть ли какое-то мнение у представителей комитета? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, но структура выглядит таким образом. Значит, я позволю себе справочный материал. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий занимает организацию оптовой розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного пользования. 28,2%. Осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. 19,7%. Обрабатывающие производства. 12,7%. Успеваете, да? Строительные организации в строительном бизнесе. 12,6%. И работающие в сфере транспорта и связи. 8,2%. Относительно налогообложения. Но комитетом в этом году, точнее, ещё в прошлом году, с этого года вступили в силу изменения в областной закон по налогообложению, связанному с приобретением патента. Значит, там существенные изменения были в сторону, естественно, ослабления налогового времени. И сейчас на ближайшем очередном заседании ЗАГСа будет ещё рассмотрен один законопроект, который подготовлен был комитетом, ну и, соответственно, прошёл все необходимые процедуры и внесён уже губернатором, тоже связан с... Всё, да? Тоже связан с... облегчением налогового времени. Значит, опять-таки, ещё одна часть бизнеса связана с приобретением патента. Там налоговые ставки фактически ноль установлены, предлагается. А с 2016 года те субъекты, которые находятся на упрощённой системе налогообложения, у них ставки с 7 до 5 процентов, предлагаем снизить. Есть серьёзная уверенность в том, что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержат нас. Спасибо. На видеосвязи у нас ещё... Я хотела всё-таки сланцам сказать. Я думаю, что, скорее всего, они подходят. Моё такое впечатление. Пусть они позвонят в комитет. Давайте здесь, коль скоро достаточно, это серьёзный вопрос. И, как я понимаю, тут не только сланцы интересуются. Мы буквально до понедельника изучим этот вопрос и уже официально через Людмилу Петрову это всё распространим. В том числе и на сайте подведомственного комитета Государственного казённого учреждения тоже разместим подобную информацию. Можно туда добавить форму ОНО? И как форму ОНО? Ну и форму ОНО. А вот сейчас... Оно это, имеете в виду, некоммерческие организации. Некоммерческие организации не подходят сюда, потому что бизнес поддерживает... То есть оно не подходит? Только бизнес в соответствии с 209-м федеральным законом. Открывайте 209-й федеральный закон. Кто такой? Кто учредители? Какая форма? Либо ИП, либо ООО. Всё. Ну, напишем в информации, что, а вот такие-то, такие-то, к сожалению, не подходят. Спасибо. Я знаю, у Петпорожского района есть вопрос. Коллеги, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Насколько, на ваш взгляд, перспективное развитие туристического направления в нашем районе Петпорожского? И какие конкретные меры поддержки может получить начинающий предприниматель, который пробует свои силы на поприще сельского туризма? Спасибо. Я начну. Про сельский туризм Марина Николаевна более подробно, наверное, остановится. Значит, всё, что касается у нас различий районов, которые находятся ближе к Петербургу или чуть подальше, я уже средственно-массовой информации свою точку зрения доводил, что каждый район по-своему уникален, и в каждом районе есть своя изюминка, своя прелесть. И в этом плане, наверное, вот Петпорожский район – один из наиболее уникальных районов, связанных с необходимостью развития, на мой взгляд, туризма. И, наверное, я не буду, собственно говоря, свои рассуждения здесь особо распространять, а вот именно буду опираться на факты. Ваш район один из первых пришёл, предприниматели из вашего района одни из первых пришли в прошлом году, чтобы получить у нас субсидию на организацию гостевого дома. Ну, коль скоро у нас комитет по поддержке, по развитию, точнее, бизнеса, поэтому я совсем не считаю здесь чем-то предосудительным назвать этих предпринимателей. Я сейчас вспомню, скажу, значит, ну, коль скоро фамилия крутилась. Архипковы – это ИП, по-моему, Архипковы. Они организовали гостевой дом, и наши сотрудники ездили туда, проверяли, и достаточно всё цивилизованно сделано, наверное, более даже чем выше среднего уровня. Во всяком случае, я не был, ну, по докладам. И именно нацелена на то, чтобы использовать ту красоту и привлекательность, и, может быть, даже первозданность природы, которая пока что сохранилась в Подпорожском районе. Поэтому я считаю это направление достаточно перспективным. И, наверное, одно из мотивов, почему в 13-м году, нет, в 14-м году, впервые это мероприятие реализовывалось, да, по созданию... В 13-м? В 13-м 10 миллионов было северо-восток. Да, да. Именно на северо-востоке Ленинградской области. Это Подпорожский, это Бакситогорский, это Владенопольский, Тихвинский и Волховский районы. Ну, а про сельский туризм, Мария Николаевна, вас попрошу. Я хочу вернуться к вашему вопросу. Вы спросили, какие меры поддержки могут получить? Конечно, основное – это гостевые... Вот создание средств размещения, субсидии на это мероприятие. Кроме того, они могут участвовать и в мероприятии по субсидированию процентной ставки. В том случае, если они привлекают заёмные средства, кредиты. Могут получить льготные микрозаймы, которые я уже тоже говорила, до 1 миллиона рублей. Участие в выставочных мероприятиях, что для сферы туризма, согласитесь, тоже очень важно. Кроме того, если они параллельно, может, занимаются ещё производством сувениров, какой-то сувенирной продукции, они могут получить и на производство в целях модернизации развития своего производства. Вот по всем этим мероприятиям они могут получить свободно... А также ещё они могут получить стартовую субсидию изначально, которая до 500 тысяч рублей. По-моему, уже немало мероприятий по данному направлению. А то, что вот гостевые дома подробнее, я уже говорила, я думаю, сейчас не будем уже возвращаться и повторяться на эту тему. Спасибо. Вас устраивал ответ? Спасибо. Коллеги в зале, ещё у кого-то вопросы. Галина Поломарчук, по франчайзингу уточнить хочу, в любых сферах это возможно? И какой процент возмещения возможен? Возмещение до 50%. До 50%. И можно чуть поподробнее про возмещение затрат, связанных с реализацией программы энергоэффективности? В каких сферах это возможно? И что здесь может быть? Целый перечень. Целый перечень. Но это приобретение как оборудование и работы по установке, всё это может быть включено? Да, это работы, да. Я вам просто посоветую, чтобы подробнее выйти на наш сайт. Сейчас на сайте просто раздел целый, организуем проекты, которые близки к выходу. Они уже на самом деле близки, вносятся изменения в него, потому что всё равно жизнь вносит свои изменения. Мы посидели на конкурсной комиссии, поговорили с предпринимателями, пообщались с ними и поняли, что нужно что-то менять. По многим мероприятиям так. Поэтому получилось, что в прошлом году порядки только вышли, в этом году вносим изменения. Какие-то связаны с требованиями Минэкономразвития, а какие-то просто потому, что так, наверное, удобнее и нам, и предпринимателям. Поэтому, чтобы, может быть, не занимать время, там целый перечень. Даже вам могу сегодня дать, если вам это интересно, выписано уже перечень мероприятий. И какие мероподдержки самые востребованные, ну такой топ из трёх, например, и какой там конкурс на место? Самые востребованные, вот я с них и начала, и Сергей Владимирович говорил, это субсидирование процентной ставки, это субсидирование по лизингу, по договорам лизинга, модернизация приобретения оборудования, это стартовые субсидии. Но вы понимаете, всё зависит от того, сколько денег и насколько мы возмещаем. Потому что предприниматели приходят, это же не означает, что первый взнос до 95%, что это будет 7-95%. Я сегодня не говорила о том, что очень важные для нас ещё есть дополнительные такие критерии. Первый критерий – это вид деятельности важный. Один из важных критериев, естественно, производство там всегда на первых позициях, больше всего набирает баллов. Второй важный критерий – это с каких территорий пришли предприниматели. Это не означает, нам часто задают муниципальные образования, даже вот в предыдущие годы задавали, а что только с этих территорий будут поддерживаться предприниматели, нет. Но они будут дополнительное преимущество иметь. И если это муниципальное образование, включённое в перечень депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, а что такое депрессивное муниципальное образование, это каждый год осуществляется такой расчёт, это те муниципальные образования, с которых ниже всего налоговые поступления в бюджет и выше всего уровень безработицы. Исходя из этих двух показателей, составляется перечень. Так вот, предприниматели, которые соответствуют всем критериям и, кроме того, имеют эти преимущества, они получат большие суммы. Те, которые не соответствуют, они получат меньшие суммы. И понимаете, это даже зачастую могут, кто пришёл к нам, и все могут получить, кто соответствует всем требованиям. Но при этом сумма самой субсидии, она будет ниже. Поэтому я не могу вам сейчас сказать, что как в институте, там на одно место 10 человек. Понимаете, а смысл тогда? Может быть, мы, исходя вот из такой позиции, что к нам пришло столько-то человек, они все соответствуют, у них серьёзный, хороший бизнес, у них производственный, особенно если бизнес. Мы хотим как-то пропорционально, у нас есть порядок определённый, мы пропорционально делим, исходя из того, что кто-то получает в максимальном размере, кто-то меньше, но при этом человек на место мы не устанавливаем. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть ли в зале вопрос? Представляйтесь. Милена Попкова, телеканал «Реол». Скажите, пожалуйста, можно ли включиться в проект бизнес-акселерации сейчас? И если он такой успешный, то будет ли повтор и когда? Спасибо. Ну, насчёт того, чтобы сейчас всё-таки уже было три, да? Будет вот с 22-го третья как бы лекционная сессия. Не вижу я, но это моё личное мнение, целесообразности, да? Вот уже достаточно много прошло занятий, и это как всё равно поступать на какие-то курсы, когда уже поезд достаточно ушёл далеко. Будет ли повтор? Во всяком случае, мы хотим очень детально изучить опыт вот этого курса и, соответственно, результативность. В нашей подпрограмме заложены целевые показатели, и, соответственно, каждый участник бизнес-акселерации, он заключил соглашение, в котором достаточно жёсткие прописаны условия и жёсткие показатели, которые должен достичь, используя полученные знания. И вот каков будет опыт, надеюсь, что он не окажется тем самым комом, настоящим, красивым и качественным блином, да, если вот переходить к аналогиям. Соответственно, если это всё действительно будет так, качественный продукт получится с высокой степенью эффективности, то это мероприятие будет продолжаться. Во всяком случае, это позиция губернатора. Ну и в следующем году, конечно. Да. Газета «Гачинская правда» Ирина Хрусталёва. Давайте, можно ещё раз вернёмся к туристическому развитию Ленинградской области с точки зрения малого предпринимательства. Какие ещё формы поддержки и кому, кроме гостевых домов, оказывают? И по поводу сувенирной продукции. Есть ли преимущества этих предпринимателей, которые изготавляют сувенирную продукцию с эмблемой Ленинградской области? Ну вот именно так узко предприниматель, выпускающий сувенирную продукцию с эмблемой Ленинградской области, конечно же, не сформулирована задачей. У нас, опять-таки, впервые, да, на народно-художественные промыслы впервые заложено финансирование вот этой части, этого сегмента бизнеса. И мы полагаем, что это будет достаточно востребовано. Там как с точки зрения, небольшая сумма заложена, с точки зрения возмещения затрат, связанных с приобретением материалов, потом оборудования, так и с точки зрения поддержки их уже как производителей. Здесь вообще-то важно будет для этих людей, которые занимаются народными художественными промыслами или просто народными промыслами. Всё-таки, ну, мы видим свою задачу вывести их из тени. Как это возможно? Вот то приобретение патента фактически с нулевой налоговой ставкой, видим реальный механизм, чтобы люди выходили из тени и, соответственно, могли воспользоваться мерой поддержки. Во всяком случае, мы прорабатываем такие вопросы, как участие их, естественно, на безвозмездной основе в ярмарочной торговле, дальше расширение возможностей и их участие в торговой деятельности вокруг музеев. Ну, там, насколько мне известно, не всё так просто, да, вот с точки зрения конкуренции. Но, во всяком случае, во взаимодействии с Комитетом культуры и с Управлением по туризму, Комитета культуры Ленинградской области, мы решаем эти вопросы и, соответственно, думаем, что здесь будет некое улучшение положения людей, которые занимаются художественными промыслами. Но опять-таки подчёркиваю, что они могут получить поддержку и не только финансовую, но и, собственно говоря, вот какое-то продвижение, если будут выходить из тени, и, наверное, здесь уместно обратиться к представителям средств массовой информации более подробно разъяснить положение областного закона, связанного с патентом, с приобретением патента. Если мы с вами в этом найдём взаимопонимание, комитет готов предоставить дополнительную более доступную информацию, не просто изложение самого закона, но доходчивую его интерпретацию. Спасибо. Приозерский район, я знаю, хочет очень давно задать. Татьяна Волкова, газета «Красная звезда». Хотелось бы знать, кто может помочь представителям малого и среднего бизнеса, которые столкнулись с непомерной такой платой за арендную плату. Вы меня слышите, да? Арендная плата за помещение отмечает, что очень высокая. Так же, как и кредиты. И кроме этого, плата за электроснабжение, где кроме как по счётчику, они ещё дополнительно оплачивают доставку электроэнергии. Вот, например, недавно к нам обратился предприниматель, у него отдел спортивной одежды. Он говорит, по счётчику я плачу 2500, но ещё 4000 за доставку этой электроэнергии. И вот такие, куда обратиться, кто может помочь вот такой ситуации? Ну, в области доставки электроэнергии, я сразу скажу, я не только не крупный специалист, я вообще не специалист, и тут нужно смотреть договор, какой он заключал договор с энергооснабжающей организацией, что указано в договоре. А коль скоро договор носит двухсторонний характер, и у сторон предусмотрены права и обязанности, должен, наверное, вместо того, чтобы в редакцию обращаться, посмотреть внимательно, что в договоре, и, соответственно, задействовать те механизмы защиты своих прав, которые как в договоре, так и в гражданском законодательстве предусмотрены. Это вот, пожалуй, такой будет ответ по поводу электричества. По поводу арендной платы. Значит, тут нужно тоже понимать, арендная плата за что. Если имущество муниципальное используется, позиция губернатора Александра Юрьевича Дрозденко 12 февраля на встрече с предпринимателями этого года на встрече с предпринимателями была четко обозначена, чтобы все ставки были заморожены и для предпринимателей, и, соответственно, остались на уровне прошлого года. Сейчас мы уже заканчиваем обобщение той информации, которая поступает из районов, и соответствующий доклад будет губернатору представлен, но и соответствующие выводы будут сделаны. Кстати, на форуме малого бизнеса, который проходил 27 мая в Киришах, о чем Людмила Петрова сказала в начале нашей встречи, эти вопросы также находили свое отражение, и в проекте резолюции форума позиция о том, что необходимо вернуться к ставкам, которые были на конец 2014 года, это положение также есть. Если же это имущество не муниципальное и не областное, а, скажем, опять-таки, арендуется у своего коллеги, такого же индивидуального предпринимателя, но здесь мы не можем ничего диктовать, здесь исключительно договорные отношения. и на встрече, которую я сейчас упоминал 12 февраля этого года, поднимался вопрос одним из предпринимателей, по-моему, из Гатчины, боюсь ошибиться, но, по-моему, из Гатчины, который предлагал субсидировать эти затраты, а в Севоложске, да, точно, в Севоложске и в Севоложске, позиция комитета, и, соответственно, губернатором она была поддержана, мы не будем субсидировать эти затраты, потому что это фактически порождение такого, извините, если это уместно в данной аудитории, паразитического образа жизни, паразитического какого-то бизнеса, не будем это субсидировать, это помимо того, что здесь слишком много места для жуликов, вот, ну, позиция понятна, да, почему этого не будет, соответственно, ответил на ваш вопрос или же не совсем полно, как вы? Кредиты, еще кредиты, высокая ставка кредитов как-то, да, ну, опять-таки, мы не банкиры, мы не банкиры, значит, субсидируем, субсидируем, в рамках тех возможностей, которые сейчас определены программой, вместе с тем, уже проводилось несколько встреч с представителями банков, все обещают пересматривать, все ссылаются на ключевую ставку, ну, как известно, 15 числа она вновь была понижена Центробанком, да, до 11,5%, хотелось, чтобы банкиры как-то более свою политику строили именно с государственных позиций, а не с чисто меркантильных интересов своих банков. Спасибо. Ореол, Татьяна. Понял, Геннадий, я, медиагруппа Ореол. Сергей Владимирович, наша деятельность как средств массовой информации чем-то сродни вашему комитету. Вы в большей степени, может быть, оказываете финансовую поддержку, мы информационную, а словом на телевидении, в газете, в интернете, на радио можно как приподнять бизнес, так его можно ее убить. Ну, это есть стандартный анекдот, известный про муху и газету. Но планируете, вопрос два, первый, планируете ли вы дальнейшее усиление и более четкой работы между вашим комитетом и средством массовой информации Ленинградской области, и второе, может быть, используя вот именно эту работу, как-то снизить накал, который существует в бизнесе с сотрудниками штатным расписанием, вернее, с кадровыми проблемами. Кадровые проблемы на сегодняшний день, разговаривая со своими коллегами по Ленинградской области, это, наверное, самая злободневная проблема на территории Ленинградской области для предпринимателей, бизнеса и так далее. Спасибо. Спасибо, Геннадий Анатольевич, за вопрос. Вопрос, конечно, непростой, но, опять-таки, как мы в начале нашей встречи я уже сказал, мы всегда открыты для общения с соответственными массовой информацией, и, соответственно, мы заинтересованы, может быть, даже в первую очередь, донести до предпринимательского сообщества, как можно более широкого круга предпринимательского сообщества, ту информацию, о возможностях поддержки малого и среднего бизнеса, которые обладает комитет, как финансовой поддержки, так информационной, так и консультативной, так и иного рода поддержки, которую обладает комитет. Поэтому общение давайте строить на более тесной, более широкой основе. Здесь я двумя руками за. Давайте систематически, как угодно. И второй вопрос относительно проблемы с кадрами. на рабочие профессии среднего занимания. Да, особенно рабочие профессии. Эта проблема известна. И на всех конкурсных комиссиях, которые проводит комитет по распределению бюджетных средств, по предоставлению субсидий, я интересуюсь у предпринимателей, как обстоят дела именно с кадровым обеспечением. И к сожалению, здесь ситуация не такая радостная, как хотелось бы. Что мы делаем? Как только получаем информацию либо на конкурсной комиссии, как сказал, либо кто-то обращается к нам из предпринимателей в письменном виде путем подачи обращения. Мы сразу выходим на контакт с нашими коллегами в комитете по образованию Ленинградской области и соответственно формируем заявку на то, чтобы то или иное учебное заведение занялось подготовкой кадров, которые востребованы и которые необходимы. Вот наверное в таком режиме мы уже года полтора точно работаем. Это то, что я могу четко сказать на моей памяти. И во всяком случае отказов не было. И такие профессии готовятся, в том числе и на бюджетной основе. Разные профессии. поэтому я опять-таки пользуясь случаев обращаюсь с вами. К вам обращаюсь, чтобы вы со своей аудиторией как-то пообщались с предпринимательским сообществом. Если какие-то есть проблемы в обеспечении кадрами, пусть обращаются предприниматели в комитет. Будем совместно решать эту проблему. Опять-таки мой опыт общения с предпринимателями подсказывает, что если даже кто-то понимает, что на бюджетной основе подготовить тот или иной кадровый состав не представляется возможным, то предприниматели готовы на условиях совместного финансирования готовить кадры соответствующей профессии. Простите, пожалуйста, не только софинансирование подготовки кадров, тех, которые действительно видим как перспективные, это реально, если говорить о предпринимателе, но самое главное наше преимущество как предпринимателя это то, что мы можем предоставить производственную площадку для прохождения практики и начального профессионального обучения тех, кто эту профессию хотел бы поиметь. Имеется в виду студентов как среднего звена учебного, так и высшего учебного звена студентов. Вот это надо как-то поактивнее продвигать. Это как идея. Я не хочу ничего просить, я просто предлагаю сотрудничество. Согласен, и я думаю, это как раз таки то самое новое, которое забыто было из старых времен, когда обучение профессии производилось в том числе и на рабочих местах. Да, я поддерживаю это, но опять-таки давайте обмениваться в этом плане информацией и будем конкретно возникать, возникающие проблемы решать в этом направлении тоже. Ленинградское областное телевидение. Вопрос такой, сегодня в рамках форума проходил другой форум представителей бизнеса, ой, бизнеса, говорю, банковской сферы, они озвучили такие данные, что в России всего 7% представителей малого и среднего бизнеса вообще знают и чувствуют господдержку и пользуются ей. Вы ведете какую-то статистику по Ленинградской области и как-то изучаете этот вопрос? Вообще люди знают об этой господдержке? Ну, говоря, опять-таки, надеюсь, одна из задач нашей с вами встречи о том, чтобы как можно более широкое число предпринимателей Ленинградской области узнало об этой поддержке. Мы максимально стараемся информировать предпринимательское сообщество и в ходе непосредственно тех встреч, которые устраиваем с предпринимателями, выезжая в районы. Опять-таки, этот форум, о котором уже говорили, это еще одно было один из способов информировать предпринимательское сообщество о мерах нашей поддержки. Там проводился специальный круглый стол, посвященный именно всем мерам поддержки, где детально все рассматривалось и скрупулезно анализировалось, как можно стать участником той или иной меры поддержки, что мешает. Поэтому мы думаю, что достаточно много делаем для информирования. Я назвал цифру, что у нас почти 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно около 450 субъектов получают поддержку. Конечно, если вот сейчас сравнить, то процент получается малый из тех, кто получил эту поддержку. Мы проводили анкетирование по районам, причем просили это сделать, не комитет, комитет попросил общественные объединения, бизнес-сообщества, это опору России, деловую Россию, торгово-промышленную палату, союз промышленников и предпринимателей, провести анкетирование среди бизнесменов с пониманием того, как знают, знают ли о мерах поддержки. Да, анкетирование показало, что далеко не все знают, но мы боремся с этим недостатком, боремся, и надеюсь, вы наши в этом плане союзники. Колтыш, пожалуйста. Сергей Владимирович, газета Колтыш, Ольга Зайчик. Можно ли считать, как вы думаете, что ваша замечательная инициатива по созданию платных детских садов по поддержке этого бизнеса, приведет к тому, что расценки для детишек в этих детских садах будут меньше 30 тысяч. Сейчас за ребеночка надо 30 тысяч платить в Севоложский район. Могу даже сады перечислить в день, причем не полный день, до 5 часов. Но, наверное, развитие любого бизнеса в конечном итоге должно приводить к расширению возможностей, к снижению цены и увеличению качества. Закон конкуренции, в общем-то, если работает. Насколько я понимаю, тех, кто в частные детские сады ходят, я боюсь ошибиться, но там предусмотрены какие-то компенсационные... Нет. Нет. Давайте, чтобы опять-таки не быть неточным и... Да, от комитета по образованию, я это имел в виду. Давайте, все же таки, мы конкретно разберемся с конкретными детскими садами. Потому что, еще раз повторю, по-моему... Законодательно было отмечено, что с 2015 года, буквально весной, было соответствующие разговоры, слышал, медведев... Садов нет же во Всеволожском районе почти. Для частных детских садов вроде бы... Нет, может быть, для самих садов ввели, но для родителей детей там ничего не преподает. Нет, именно для родителей по плате. Ну, давайте разберемся. Я эту информацию... Это вот прерогатива комитета по образованию. Я эту информацию передам, если вам не сложно вот тогда или в конце нашей встречи по детским садам подойти, какие детские сады, чтобы эту информацию проверить и уже тогда в достоверном виде вам предоставить. Коллеги, есть? Вот еще такой вопрос. Я очень поддерживаю вот Панева с его инициативой о том, что надо с вашим комитетом нам более плотно работать. И действительно, предприниматели многие частные, вот я многих знаю, конечно, они как-то понаслышке только и очень несерьезно знают о том, что есть поддержка такая, на самом деле, серьезная малого бизнеса. И мы готовы, в общем-то, пропагандировать и печатать ваши материалы. Но, как вы понимаете, как-то это надо обсуждать. Каким образом? Давайте сейчас обсудим, каким образом. Давайте вот сразу конкретно. Ваше предложение. Мы открыты для всех предложений. Это подготовка для срелиза и соответствующих документов от имени вашего комитета и соответствующих структур. Комитет у вас достаточно большой, там много разных направлений. И, может быть, вот эта пресс-служба, те сотрудники, которые этим вопросом и занимаются в соответствующих подкомитетах, назовем так, они должны предоставлять информацию и согласовывать условия размещения этой информации в средствах массовой информации различных. Это вот... Да, попросту говоря, мы готовы, там, я не знаю, на конкурсной основе, на договорной. Вот есть же газеты, которые, вот, например, у Моя, и вот я думаю, что вот у Панёва там. Мы не получаем дотации из местного бюджета никаких. И работаем, ну, что называется, с колёс от коммерческой рекламы практически. И мы готовы, там, не знаю, как социальную рекламу у вас размещать. Но на безвозмездной основе вы готовы размещать ту информацию, которую будет... Определённый, да, Определённый, да, но не очень большой. Ну, очень-не очень, значит, мы с вами уже тогда определимся, что такое для вас очень... Вот. Абсолютно приемлемое предложение, и будут соответствующие пресс-релизы направляться через пресс-службу губернатора. А возможно ли рассмотреть, что вы там, например, какие-то конкурсы проведёте для газет, какие-то, может быть, поощрительные мероприятия, чтобы это уж не совсем было, как бы, только наша нагрузка? Вот по поводу конкурсов. Я третий год работаю, да, председателем комитета. Я вам свои сейчас впечатления. Первый раз, когда проводили конкурсы, куча номинаций было. Значит, ну, там и для бизнеса, и для муниципальных образований, и для средств массовой информации. А участников-то буквально горсточка, буквально небольшое количество поинтересовался. А кто в прошлом году принимал участие? Так те же самые. В 2014 году опять объявляем через администрации, через фонды поддержки бизнеса в районах объявляем конкурс, опять-таки, в том числе и для средств массовой информации. Участники. Те же, кто был в 2014, в 2013, ну, как я понимаю, и в предыдущие годы. Что характерные победители те же самые оказались. Те же самые победители. И, не скрою, в этом году, учитывая непростую финансовую ситуацию, мы решили сократить вот эти вот конкурсы для того, чтобы перераспределить средства программы на финансовую поддержку бизнеса. И мы сократили. Вот если всё-таки у нас будет более активное журналистское сообщество вести себя в плане взаимодействия с комитетом и пропаганды деятельности комитета и именно создания образа благоприятного образа предпринимателя до честного предпринимателя, наверное, в этом плане можно говорить о возобновлении подобного конкурса, но опять-таки, чтобы не одни и те же участвовали и, соответственно, не одни и те же побеждали, а вот, чтобы как можно шире было журналистское сообщество представлено на этих конкурсах и, соответственно, конкурс был настоящим конкурсом, а не какое-то вот такое подобие между собой, чеки, если допустимо такое выражение, но вы мысль поняли, да? Поэтому я с удовольствием все ваши идеи, которые будут представлены в комитет по поводу проведения подобных конкурсов для средств массовой информации, но именно связаны с пропагандой предпринимательства в России, это всё будет обработано, воспринято и, наверное, надо будет возобновить последующие периоды подобные конкурсы. Спасибо. Коллеги, будем заканчивать, давайте, может быть, один или два вопроса, которые, если есть, последние у кого-то. Все Воложские Вести, Ренов Сапян, я бы хотела вот узнать, проводили исследования, какой процент ВВП России составляет именно МСП, малый и средний бизнес, потому что сегодня в Европе, по-моему, это 70%. И что делать, чтобы повысить до этого? Крайне маленький, даже неудобно называть. потому что у нас еще, я думаю, не созданы в целом в России все те необходимые условия для того, чтобы стремились стать предпринимателями. И даже на федеральном уровне и президент России, и премьер-министр говорили, что, к сожалению, почему-то стремятся попасть люди на работу в бюджетную сферу, а не заниматься предпринимательством. Наверное, если взять опыт наших соседей в Финляндии, там любовь к бизнесу, понимание, что такое бизнес и как его вести, еще в игровых формах закладывается на школьной скамье. В школе детям, причем в средних классах, там, пятый, шестой класс. И, кстати, опять-таки, я вернусь к форуму нашему, да, малого бизнеса. Предприниматели поднимали эту проблему, почему у нас такое отношение. И, в общем-то, в резолюции содержится положение, чтобы на областном уровне заниматься, подготовкой какой-то программы, чтобы через среднюю школу, то ли курс какой-то, но это еще в таком виде неоформленном, еще пока как идея, но вот именно на школьной скамье закладывать учащимся какое-то понимание, какой-то азы ведения предпринимательской деятельности. И, наверное, если все-таки с этого начинать, то будущее будет более четким, более определенным и более оптимистичным с точки зрения повышения участников малого бизнеса в создании в голову продукта государства. Коллеги, спасибо. Тосно? Да, мы решили. Видеосвязь, может быть, кто-то еще остался обиженным. Александр Орлов, Тосинские ведомости. Вот первая часть моего вопроса уже коллега рядом задала, а вторая часть вопроса, может быть, тогда в форуме поддержки малого, среднего бизнеса, вот как там, не знаю, как в Вьетнаме сделать, отменить вообще все налоги и сбора? Ну, я не знаю, как во Вьетнаме и как там они отменены, не отменены, но, наверное, это не в моих полномочиях, собственно говоря, комментировать эту идею. Вот, давайте хотя бы те налоговые льготы, пославления мы осуществим в нашем государстве, которые уже сейчас и на федеральном уровне, и на уровне субъекта Российской Федерации, Ленинградской области уже задуманы, притворим их в жизнь, а дальше жизнь и темпы развития подскажут, как поступать, как во Вьетнаме, или в других государствах, или наоборот, весь положительный опыт всех государств каким-то образом аккумулировать и интегрировать у нас. Я просто к чему, то есть у меня очень хороший приятель, зарегистрировал буквально 3-4 недели назад индивидуальное предпринимательство, решил заняться фермерством. Он не успел зарегистрироваться, как к нему приходят уже из налоговой, всякие письма, что надо в пенсионный фонд заплатить столько, туда надо заплатить столько, туда заплатить столько. Он еще даже не успел арендовать земельный участок, вот только зарегистрировался и начал как-то пытаться начинать вести работу, а ему уже завалили письмами, что туда-сюда надо заплатить. Я именно в этом ключе, что как-то я понимаю, что это вопрос более на федеральный уровень относится, чем на региональный и областной. Но все же в рамках идеи, в рамках вашего личного мнения, вот именно отношения к действующему налоговому законодательству и к налоговым каким-то вопросам, администрирования налогового, я считаю, оно как-то направлено не совсем комфортно в плане работы предпринимателей. Наверное, если бы налоговое законодательство было совершенно, оно не подвергалось бы сейчас всем тем изменениям той корректировки, которая происходит и на федеральном уровне, и на уровне нашего субъекта. Поэтому давайте без каких-то революций, но постепенно да, вот эти проблемы требуют своего обсуждения и, наверное, решения. И логика поведения должна быть понятна. Наверное, сначала надо заработать, а потом уже делиться. Я имею в виду платить налоги. Ну, давайте эти письма пока расценивать так, как предупреждение, что вы как начнете работать, значит, вам придется платить то-то, то-то, то-то. Спасибо большое. Да, вопрос. Вот вижу, что и коллеги из районов очень заинтересованы в том, чтобы информировать действительно предпринимателей. Как вы смотрите на такую историю, как не только бизнес-акселерация, которая вообще-то рассчитана на два года, насколько мне известно, но также есть ли какие-то планы комитета в плане того, чтобы открыть в каждом муниципальном образовании бизнес-инкубатор, который был бы направлен с помощью тех же СМИ, потому что по адресной программе, если говорить, просто введение даже рубрик в каждом районном СМИ, там, не знаю, колонка бизнеса, например, это могло бы быть таким преддверием таких бизнес-инкубаторов для того, чтобы, мне кажется, что собираемость рекламы тоже могла бы быть увеличена, потому что если, допустим, одно СМИ, ну, я не знаю, как тут с Гатчиной, потому что очень много представителей средств массовой информации, но я знаю, что бизнесмены отслеживают, и им, естественно, было бы приятно, удобно получать такую информацию в своем районе. Понятно, что есть интернет, и мы как интернет-портал тоже можем посодействовать, но вот в принципе, для того, чтобы развивать через бизнес-инкубаторы в районах, вот есть ли такие планы вот у комитета? А что вы имеете именно в виду, что через бизнес-инкубаторы? То есть, взять проект бизнес-экселерации, взять проект бизнес-экселерации, его в район привнести? Как опыт, да. Но тут, извините, но не совсем корректно поставлен вопрос. Значит, наверное, в каждом районе проводить такой серьезный курс, как бизнес-экселерация, думаю, что невозможно. Объясню, почему. Кадровый голод, он, кадровый голод везде. Высоко квалифицированных специалистов в каждый район в общем-то привести невозможно, ввиду того, что вот такого класса специалистов, которые привлечены сейчас у нас торгово-промышленной палаты, ну, в общем-то, это их очень немного, а во-вторых, это крайне затратно. А вот то, что касается бизнес-инкубаторов, это немножко другая история с точки зрения размещения предпринимателей бизнеса, бизнесов. И у нас в ряде районов бизнес-инкубатора работают и работают достаточно эффективно, именно как площадки для размещения бизнеса. Вот другое дело, наверное, здесь каким-то образом аккумулировать опыт тех предпринимателей, которые успешно показали себя и его ретранслировать в те районы, где не совсем это направление поддержки бизнеса развито. Вот здесь вы абсолютно правы. И с этой точки зрения, наверное, следует комитету, нашему комитету, более активно поработать. Опять-таки, повторюсь, с точки зрения распространения этого опыта и демонстрации положительного эффекта функционирования бизнес-инкубаторов. если ответил на ваш вопрос. Ответил или нет? Да, вы ответили. Единственное, что я бы дополнила, все-таки мы действительно в современном мире и вот в сегодняшнем мероприятии тому свидетельство можно делать такие и онлайн-школы, бизнес-школы в районах с помощью современных средств связи. Это, в общем, не требует больших затрат, с учетом того, что я думаю, что в районных администрациях, в актовых залах уже есть видеокамеры, все остальное. Полностью согласен с вами, да. Возможности современных средств связи, наверное, надо нам шире использовать. Мы еще достаточно здесь много делаем по старинке. Коллеги, спасибо большое. Марина Николаевна, я прошу вас назвать адрес сайта комитета и какой-то телефон, по которому могут обращаться предприниматели, чтобы коллеги если что могли передать. Да, пожалуйста, наш сайт смол, по-английски смол, точка ленобл.ру, это общий правительственный сайт, наш раздел смол. Ну, малый, малый бизнес. А телефон, телефон, если нашего комитета, это 710-2020 и на конце еще 23-24, это мои сотрудники, а также государственное учреждение, наш телефон, потому что заявки предпринимателей, они приносят в государственное учреждение, областной центр поддержки предпринимательства. Телефон 576-64-06 и 576-65-77. 813.ру это сайт государственного учреждения. Центр поддержки Ленинградский областного центра. Центр поддержки предпринимательства, да, это сказано. Потому что у нас какая-то информация не может быть размещена на нашем сайте, а она размещается на сайте государственного учреждения, а также дублируется, что кому удобнее на каком сайте получать информацию. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...